Здравствуйте, меня зовут Александр Самойлов, я предприниматель и бизнес-тренер. И сегодня мы с вами поговорим о продажах. Не секрет, что для успешного развития любого бизнеса нужны клиенты. И чаще всего для привлечения этих клиентов в компании образуется отдел продаж. Кого брать в этот отдел, какими навыками должны обладать эти люди и что именно они должны делать для того, чтобы товар или услуга успешно продавались, а бизнес успешно развивался? Многие считают, что для того, чтобы отдел продаж работал успешно, достаточно взять просто хороших коммуникаторов, тех людей, которые будут уметь общаться с людьми. Хотя на самом деле, что такое уметь общаться с людьми, толком никто не знает. Ошибочно полагать, что только человек, который умеет просто хорошо общаться с людьми, может быть хорошим продавцом. Это не всегда так. Умение общаться с людьми является лишь одной из составляющей, которые могут сделать его успешным. На самом деле, настоящий успех может прийти к продавцу, когда он обладает определенной технологией. Ошибочно полагать, что каждая продажа это импровизация, это подстройка под ситуацию и поиск какого-то нового решения. Чаще всего это успешная хорошая технология, которую мы просто применяем из раза в раз, делая работу более эффективной и с более высокой степенью вероятности достигая нужного нам результата. Чаще всего это классическая схема из пяти ступеней, которую мы сегодня и рассмотрим. Первое, с чего должна начинаться продажа, это, конечно же, установление контакта с клиентом. Сделать так, чтобы заинтересовать клиента, сделать так, чтобы обратить на себя внимание. Чем-то выбиться из ряда большинства компаний, которые являются вашими конкурентами и тоже часто достаточно назойливо предлагают свой продукт. Есть много различных способов. Можно использовать любой. Самое главное это стать успешным в достижении этого первого и очень на первый взгляд простого пункта. Установить контакт, растопить лед, сделать так, чтобы клиента на самом деле заинтересовали. Второе, что нужно сделать после того, как установлен контакт с клиентом, это, конечно же, выявить потребности, узнать, как этот товар наилучшим образом может быть применен в бизнесе либо в жизни нашего клиента. Именно выявление потребностей отличает хорошего продавца от того человека, который пытается просто впарить свой товар. Ведь действительно, часто мы сталкиваемся с тем, что кто-то стучится в нашу дверь или звонит в наш телефон и говорит, «Эй, не хотите ли вы купить наш продукт?» Чаще всего слышит ответ «нет», вешает трубку и извиняется. Тот, кто по-настоящему хочет продать свой продукт, он не будет торопиться его предлагать. Сначала нужно понять, как именно этот продукт может быть востребован нашим клиентам. Для этого существует система опросов. Выявление потребностей, конечно же, это большое количество различных вопросов. И только когда мы получили ответы на все эти вопросы, когда у нас складывается представление о том, как на самом деле может быть использован продукт в бизнесе, например, нашего клиента, мы можем переходить к третьему пункту, который называется уже презентация нашего предложения. Презентация предложения – это короткий, емкий, можно сказать, рассказ, необходимый и достаточный для того, чтобы убедить нашего клиента, что именно наш продукт является лучшим решением его конкретной ситуации. Конечно, нет тех клиентов, которые сразу бы сказали, да, мы будем покупать. Большинство клиентов говорит, нет, мы не будем покупать, потому что… И далее они озвучивают какие-то возражения, которые тоже нужно каким-то образом отрабатывать. Поэтому четвертый пункт, который появляется в нашей пятиступенчатой модели – это работа с возражениями, обработка этих возражений. Обработка возражений требует своеобразного мастерства. Есть много различных способов, как это делать более эффективно. Но я хочу сказать только об одном, самом главном. Ни в коем случае не стоит спорить с клиентом. В тот момент, когда вы начинаете с ним спорить, вы становитесь противниками. Хотя именно три предыдущие ступени позволяли вам быть соратниками и идти к достижению общей цели – нахождение взаимного интереса между вашим предложением и его потребностью. И после того, как успешно обработаны все возражения, вы ответили на все вопросы клиента, нам остается только завершить сделку. Есть много, опять же, различных способов, но самое главное – показать клиенту, что ваше предложение, оно действительно уникально, оно ограничено во времени. И именно сейчас вы даете то самое лучшее предложение, которое нужно вашему клиенту. Использование подобной системы продаж позволяет работать вашему отделу продаж более стабильно, приобретать клиентов быстрее и более уверенно вести с ними коммуникацию, что, безусловно, очень положительно повлияет на становление вашего молодого бизнеса. На сегодня это все. Пишите свои вопросы и комментарии на нашей странице в Facebook и помните – не страшно чего-то не знать, страшно не учиться. С вами был Александр Самойлов. Смотрите советы предпринимателя на портале Тутбай.